Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Басхан-Пари. Карачайский волкодав зарегистрирован в Международную племенную книгу «Собака сильнее волка». Чтобы не покрыться инием, надо покрыться шубой, желательно норковой. В Черкесске открылась меховая ярмарка. В Роспотребнадзоре России дали прогноз по выходу страны на плато по коронавирусу. Сейчас Россия находится в фазе роста по завалебаевости COVID-19. Ситуация может стабилизироваться в декабре. Эксперт Роспотребнадзора считает, что в перспективе страна может подойти к нулевой отметке по новым случаям инфицирования. Но все же граждане должны соблюдать противоэпидемические меры. Многие россияне просто игнорируют введенные ограничения, отметили в Роспотребнадзоре. И как сообщает Оперштаб Карачао-Черкесии, сегодня выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 11 782 человека. Из них 7 998 выздоровели, 858 госпитализированы. В результате неблагоприятных погодных условий около 70% потерян урожай в этом году. Однако 40% из них можно было бы предотвратить за счет внедрения перспективных технологий. Сейчас полным ходом идет строительство системы орошения в Адыгехабльском районе. И уже в новом аграрном году растения воды не будут опасаться засухи. Альбина Ламкова продолжит тему. Сельское хозяйство вносит значительный вклад в экономику нашего региона. И этим родом деятельность всегда занимались жители республики и достигали хороших результатов. Но в последнее время погодные условия немного нарушили планы тружеников села. А все почему? За сухая зима без снега и град не дают растеневодам получить заслуженный урожай. Они несут убытки. Да и уже в отноводах расходы возрастают вдвое. Так, закупочная цена сена и сопутствующего корма увеличивается тоже. Общество с ограниченной ответственностью Рея также обрабатывает поля в Старокувинске. Как и у всех, из-за сложившихся погодных условий, урожая которого запланировали труженики, не было. И чтобы решить эту проблему, стало необходимым построить ими систему орошения. На сегодня уже насосная станция установлена на современном уровне. И буквально через три недели уже первый этап орошения начнется на площади 182 гектара. Сейчас запущены три гидромашины, которые будут опрыскивать и одновременно вносить жидкое минеральное удобрение. Эта органика очень необходима для растения. Второй этап орошения состоится в начале года. Он охватит 385 гектаров. Завершатся работы к июню 2021 года. Водоем будет рассчитан на 40 тысяч кубов. Надо сказать, что по объему технология орошения позволит питать почву всех полей в Старокувинске. Мы полностью скомплектовались техникой, людскими силами. Непосредственно, без остановки, подаются строительные материалы, необходимые для строительства. Возводимая сегодня система орошения – это давно забытое старое. Такие комплексы увлажнения почвы в советское время всегда были нормой. И сейчас их возрождением растеневоды надеются, чтобы их труд, который они применили для получения хорошего урожая, оправдался. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашебуков, Заурлиев, 200, Карачаево-Черкесия, Адыхабльский район. Печальная весть. На 1982 году ушел из жизни Сагита Заматович Хубиев. Академик, заслуженный связист России, почетный гражданин Черкеска, бывший начальник управления Федеральной почтовой связи Карачаева-Черкесии. С 1970 года Сагита Заматович курировал строительство гражданских сооружений для автоматических телефонных станций, узлов и отделений связи в Карачаево-Черкесии. По его инициативе и при непосредственном участии было открыто свыше 40 отделений связи, преимущественно в сельских населенных пунктах. Сагита Заматович проводил большую работу по внедрению в деятельность почтовых учреждений новых технологий. Сагита Заматович Хубиев навсегда останется в памяти родных, близких и друзей. Соболезнования выражает род Хубиевых. Сейчас прогноз погоды, далее мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами осадки, мокрый снег, туман и гололёд. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-5 днём, минус 1, плюс 4. А в горах ночью до 14 градусов мороза, днём до минус 7. На дорогах местами гололедится. В черкеские осадки, в виде мокрого снега, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 1, минус 3, днём 2-4, выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платёж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Это «Главная вести республики». Мы работаем в прямом эфире. В Москве завершили съёмки четвертьфинальных игр Всероссийской телевизионно-гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы». В них приняли участие более 60 учащихся 11 классов из разных уголков России. Все они прошли отборочные этапы региональных олимпиад. Карачаево-Черкесию представляли Сабина Койчуева, Армеда Тибуева, Алина Ахтавова и Рамазан Боташев. Ребята принимали участие в обсуждении вопросов по всем трем темам четвертьфинала. Все они заработали ордена и медали. Мы их поздравляем и гордимся ребятами. Карачайский волкодав занесён в Международную племенную книгу. Национально-боригенную породу собак «Басхан-Пари» зарегистрировал кинолог Казбек Магулаев. Что это за порода и что ценного в ней, какими боевыми качествами она обладает и почему сильнее волка. О непобедимой породе собак и что общего в схватках хабиба и карачайского волкодава. Репортаж Светланы Шагановой. Итак, знакомьтесь, «Басхан-Пари» – карачаевский волкодав, гроза волков. Собака с железным характером. Чужих сразу чувствует. Этот мощный, бесстрашный пёс может столкнуться в схватке с волком или медведем. Но при всём при этом эти великаны миролюбивы и преданы своему хозяину. И не зря порода волкодав. У него всё же есть волчьи повадки. Из-под лубя смотрят, побаиваются чужих. Ну как попасть? Не побаиваются, а опасаются. Недоверчивость. Вот такое есть у них. Хоть и клыкастый и грозный взгляд, но карачаевский волкодав совсем не агрессивный. К гостям большие собачки уже привыкли. Почти не лают и позируют на камеру. В питомнике Казбека Магулаева 32 взрослых волкодава. Кстати, у них, как и у волков, также есть вожак. Здесь главный барбос. Вожаком становится самый сильный и харизматичный. Собаки сами завоёвывают этот титул. Барбос в вольере не один. К нему приехала подружка из Учкикена. Они сразу нашли общий собачий язык. Барбос уже славится своими наследниками. Щенки хоть и маленькие, но уже несут службу. Держат нос по ветру. Очень любопытные. Им всё интересно. Понюхивают телекамеру и недоумевают, что за одноглазый зверь мясом совсем не пахнет. Щенкам сразу после рождения обрезают уши и хвост. Но встречаются щенки и без хвоста. Им сразу дают кличку чубур-куцей. И ещё одна редкость. Глаза разного цвета. Это уже эксклюзивный пёс. В генах этих собак уже заложены уникальные бойцовские качества. Они непобедимы, как и Хабиб. Невероятно сильны и обладают приёмами борьбы. Один на один медведя он, естественно, не возьмёт. Но отвлечёт, по крайней мере, внимание. Как было вот в Учкулане с Волкодав, где действительно спас жизнь своему хозяину. Почему Казбек Магулаев полюбил именно эту породу собак? Детство Казбека прошло в Тиберде. В урочище Акаячубю помогал взрослым пасти овец. А тары были большие. По полторы тысячи овец. И именно Волкодавы, собаки-пограничники, защищали от хищников. А они были частыми гостями. Часто видел, как наши волкодавы с волком встречались. Схватки были с барсуками, с рысью, с дикими собаками. Были одичащие охотничьи собаки, были одичащие овчарки. Они ещё хуже, чем волк. И умнее волка. Справлялись со своей работой. Овцеводство без этих собак – это немыслимо. Потому что, грубо говоря, если у государства пограничники охраняют территорию государства, а у чабанов – это именно как раз волкодавы и есть пограничники, которые охраняют территорию. Специально этих собак не тренируют. Они рождаются готовыми бойцами. Басхан-Пари очень умён. С волком выйдет один на один. Но если появится возле отары чужой человек, на него не набросится. А слегка спугнёт. Человек, у которого заниженная IQ, никак не сделает профессора и гения. То же самое у собак. Если у них по генам нет задатков, какие бы тренировки, какие бы воспитательные работы не проводились, в том и заключается селекция. То есть заниматься именно по генам. Отбирать, отбор вести именно по генам. А по генам уже передаётся. Те или иные рабочие качества собаки. Но сил волкодаву дают не только гены, но и хорошее питание. Большая собака любит поесть. Вот эти носики уже чувствуют запах вкусной еды. На завтрак каша, на ужин мясное блюдо. В день одна собака съедает 4 литра каши и 2 килограмма мяса. А собачек 32. Плюс щенки. Накладно. Но любовь к этим милым и преданным животным превыше всего. В отличие от многих других пород собак, они не агрессивные. Они более привязаны к своему хозяину. За хозяином они и в огоне будут. В семье Могулаевых подрастает достойная смена. Сын Алан помогает отцу выгуливать пока щенков. Взрослую собаку сложно удержать. С сутки напролет Казбек Могулаев занимается любимым делом. Ради этого он оставил работу пристава и полностью посвятил свою жизнь разведению карачаевского волкодава. Ведь ни одно хозяйство, ни десятки лет назад, ни сейчас не справится без достойного охранника. И только волкодав способен защитить и отары овец, и своего хозяина. И поэтому Казбек Могулаев провел многолетнюю работу, чтобы зарегистрировать новую породу. Внушительные габариты, величественная внешность, решительный характер, гордый взгляд, преданный друг. И все это Басхан Пари. Светлана Шаганова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. Черкески без денег можно одеться в норковую шубу и песцовую жилетку получить в подарок. С меховой ярмарки наш репортаж. В Карачаево-Черкесии мороз и солнце – день чудесный. Но чтобы не покрыться инеем, надо покрыться норковой шубой. В Карачаево-Черкесию привезли ореховые и жемчужные норковые шубы. В центр предпринимателей приехала меховая ярмарка из Кирова. Снежка привезла новые модели шуб по очень симпатичной цене. Жемчужная шуба на праздник, а ореховая на работу или учебу. Вот это новинка, да? Вот это новиночка, да. Это новая модель из новой коллекции. Цвет орех очень востребован на рынке меховом. Натуральный цвет, не крашеный. Вот, например, вот эту шубку в рассрочку можно приобрести. Платеж составит 2600 рублей. То есть 2600 рублей и шуба твоя? Да. 2600 в месяц шубку вы забираете сразу при покупке в рассрочку. Норковую шубу вдвойне приносит счастье, если их можно забрать без денег и получить подарок. Шуба без денег – это означает рассрочка, без первоначального взноса и без переплаты до трех лет. Нужен только паспорт. Вы приходите, выбираете шубку, приобретаете, получаете меховой жилет в подарок. Подарки для всех. Взял шубу, а радость на этом не заканчивается. Скажите, пожалуйста, меховой жилет всегда в подарок даете? Меховой жилет в подарок каждому покупателю, кто приобретает шубку в рассрочку. Шубы от 40 до 66 размеров ждут жительниц Крачево-Черкесии каждый день с 9 до 20 часов по 30 ноября в Доме предпринимателей в Черкесске. Все шубы с сертификатами качества. Руслан Куркмазов, Али Бостанов. Норковые вести. Крачево-Черкесия. Такие вести были сегодня о том, какими вестями обладало Средневековье во время Ивана Грозного. Смотрите прямо сейчас и продолжение исторической драмы. Субтитры подогнал «Симон»!